Ну, мне нельзя говорить о том, что из себя представляет ядро реактивного ума. Я могу сказать, что это программы, они все описаны, они известны. То есть это программы, которые стираются, и человек становится лишённым собственного реактивного ума. И он знает об этом всегда. Да. И даже когда, ну, пример, да, как это ощущается вот обычному человеку. Вот раньше, допустим, мне кто-то там что-то задел, да, вот, допустим, по голове или что, грубо там или что. Автоматически хочется дать по носу, и всё. Сейчас я сразу по носу, автоматически у меня даже мысли не возникает, не то чтобы сделать. Я сначала посмотрю, что, кто там, да. Если кто-то просто пятится, да, можно ему просто помочь, и это самое. А если там кто-то агрессивный, так... То есть аналитическое полное мышление, в зависимости от ситуации, без реакции. То есть ты посмотрел аналитически, придумал, что нужно сделать, и только после этого ты принимаешь решение. Это всё рационально. У людей это не так обычно. Они делают это по реакции или по определённому шаблону. Начинают обесценивать кого-то, начинают там хамить или ещё что-то. И в итоге получается, что состояния ухудшаются. Портится настроение там, и всё. Поэтому это такой механизм. Но вообще реактивный ум, он затормаживает мышление и делает его нерациональным, неправильным. Делает неправильные выводы. Например, вот распространённый такой момент, что встречаешь человека, он говорит, ты на меня смотришь, как будто осуждаешь. Понимаете? То есть ещё ничего не было сделано, и всё, уже осадок такой. Вот вам реактивный ум. Спасибо. Спасибо.